Привет, друзья! Сегодня я сделал вопрос в Телеграме, на какую тему сделать ролик, и вы проголосовали за вопросы будущего для Амкала и всего российского футбола. Но прежде чем говорить о России, хотелось бы вспомнить одного человека, который только что из нашей страны уехал. Это игрок Тудроц и в прошлом Амкала Александр Коваль. Его родители сейчас в Харькове, и они находятся в опасности. И я хотел бы пожелать Сане, его семье, чтобы все поскорее закончилось, чтобы они были здоровы и занимались своими любимыми делами. Чтобы папа тренировал, чтобы все вместе они росли детей. У Сани очень красивая, добрая и замечательная мама, и она заслуживает быть счастливой, а не всего этого. У меня у самого мама в детстве жила в Харькове, и дедушка служил там в военной академии, это высшая военная академия. После чего его уже распределили в Московскую область. Я сам приезжал в Харьков, проходил по этой площади. Скорее всего, там был плац, на котором они маршировали или занимались еще чем-то. У дедушки были инженерные войска. Купил шарф металлиста. Мне понравилось, точнее, вообще всегда нравилось это название. Металлист – это как отношение к какой-то субкультуре. Да, сегодня мы там металлисты, идем драться с рэперами. Тогда такого уровня были конфликты. И дедушка у меня умер в ночь с 7 на 8. 40 дней у него было на Сретене, 16 февраля. И у меня в голове такая мысль. Вы знаете, что на 40-й день душа покидает наш мир. Я в какой-то момент не то что рад, но хорошо, что его душа всего этого не видит. И всем остальным людям, которые сейчас находятся в опасности, неважно в каких городах, я тоже желаю, чтобы все поскорее закончилось, прекратился огонь, чтобы был мир. Если есть шанс это прекратить, нужно прекращать. Прекращать обязательно. Пожалуйста, прекратите это. А все остальное, ну, если возвращаться к МКАЛу и российскому футболу, в формате монолога я продолжу дискутировать. Ну, смотрите, если мы берем МКАЛ, да, мы понимаем, что сейчас происходит. Мы понимаем, что совсем скоро России заберут абсолютно все. То есть, если сначала отменили матчи от стыков к чемпионату мира, если запретили Спартаку играть Лиге Европы, то, объективно, следующий шаг, если брать именно футбол, это уже даже не запрет на появление команды российских игроков в игре FIFA. Это еще и от главного FIFA возможность, которую они дадут футболистам иностранным, уехать из российского чемпионата, автоматически расторгая контракт и не выплачивая компенсации. Также мы сейчас видим, что у России забирают Формулу-1 и вообще любые соревнования, даже чемпионат мира среди кошек и голосование на премию самого красивого дерева мира. Вот дуб из этой премии исключен. И опять же, здесь нет смысла говорить только о футболе, потому что лично для меня самая странная новость была. Нет, понятно, что в период, в тот, в который мы живем, подобные решения могут быть логичными. И дело не только в том, что Россия принимает участие, но и в том, что наши спортсмены, которые абсолютно ни в чем не виноваты, могут быть задействованы в какого-то рода провокации. Так что это логичное решение. Но вот одно я абсолютно не понял, честно говоря. Это решение Международного Олимпийского комитета исключить российских спортсменов с Паралимпиады. То есть инвалидов и людей, которые, в общем-то, ради этих соревнований... Ну, эти соревнования вообще есть смысл их жизни, потому что я думаю, что когда ты инвалид, то смысл жизни важно искать. Он не перед твоими глазами. Это не тот случай, когда ты можешь куда угодно свободно пойти, побежать, потанцевать и так далее. И одно дело, если бы паралимпийцам сказали все еще несколько дней назад, когда только события начинались и когда действительно уже банили российский футбол, но дать им прилететь в Пекин, заселиться и за день до церемонии открытия Олимпиады отправить их домой, паралимпийцев, это уже странно. И мне кажется, что международные федерации не до конца понимают, что подобные решения, они не то что направлены против правительства Российской Федерации или против русских людей, что они возымеют какие-то плоды, что там кто-то поймет, что он находится в полной изоляции. Нет, скорее вот именно такое решение с паралимпийцами, оно наоборот повышает градус озлобленности тех, кто и так был озлоблен. А те же, которые всегда выступали за мир, среди моих знакомых есть такие люди, которые, к сожалению, после таких действий говорят, ну, а что нам говорили? Но не паралимпиаде, да, я буду говорить, а буду говорить о футболе. Давайте вернемся к этому. Пока еще футбол наш показывают, точнее, Лигу чемпионов и зарубежные чемпионаты показывают, но я думаю, что, скорее всего, скоро все это уберут. Это будет трагедией не для Амкала, а для всех. Второе. В остальном особо ничего для Амкала не меняется. Вы сами понимаете, что партнеры остаются, что, в принципе, в предыдущие годы Амкал ездил абсолютно в те же города, в которые он может поехать и сейчас. Это и Минск, это и Ташкент, это и, скорее всего, любой из городов Казахстана. Плюс ко всему, подребность в выездах по России, мне кажется, будет сейчас только расти, потому что, ну, вы сами понимаете, в кино будут показывать меньше, развлечений будет, опять же, меньше, смотреть, возможно, опять же, будет нечего. И, знаете, вот помните, как Титаник, и вообще не стреляйте в музыкант, он играет как умеет, и в этот момент, если ты умеешь дарить какую-то радость тем же детям, людям, то нужно в тяжелое время этим заниматься и ездить по, в том числе, разным городам России. Кому-то играть, кому-то делать репортажи, чтобы что-то там улучшить, а кому-то, ну, не знаю, кому-то разговаривать о добре с людьми. Это во-вторых. Ну, и в-третьих, я не думаю, что вообще не останется ни одного человека, который бы заинтересовался этим проектом в плане его финансирования. Так что за МКАУ лично у меня опасений нет, и я думаю, что у вас их не должно быть тоже. В остальном, по последним новостям про уход Орикьяна, возможный уход Прокопа, про трансфер Гасилина, я расскажу чуть попозже, а, наверное, завтра или послезавтра выложу все-таки старое интервью с Филиппом Ворониным. А теперь к российскому футболу. Повторюсь, вы все прекрасно понимаете, что сейчас из клубов уже начинают уезжать легионеры. Тот же, как говорят, Джегош Крыховик из Краснодара подговорил всех ребят из этого клуба, чтобы они уехали. Сейчас мы видим, как бежит тренер Гиздель из Локомотива, как с уважением уходят Фарки из Краснодара, как вроде бы хочет остаться в Аноле и вроде бы хочет остаться прекрасный Сандро Шварц в Динамо. Но тенденция такая, что различные европейские федерации будут присылать своим игрокам ноты и запросы по поводу немедленного отъезда из чемпионата России. И, скорее всего, тур 2, и, я думаю, это произойдет. Но для примера, насколько по кому это ударит, возьмем матч недавний Спартака с ЦСКА. Ну, кто в Спартаке европейцы? Ну, скорее всего, уйдет, чтобы он сейчас не говорил, Жиго, Джордан Ларсон и еще несколько футболистов, в том числе, может, даже и Леон Классом, у которого двойное немецко-русское гражданство. В ЦСКА же в основном бразильцы и латиноамериканцы, которые не присоединились к санкциям. То есть, для того, чтобы получать большие деньги и не уезжать в пустоту, я думаю, что бразильцам лучше остаться. Они и останутся. А вот в дальнейшем, опять же, делятся на два варианта. Ну, первый вариант, он самый счастливый, что скоро все заканчивается и, возможно, даже какой-то клуб из российской футбольной премьер-лиги будет принимать участие в новой лиге чемпионов. Тогда к этим бразильцам добавятся новые трансферы, опять же, будут пытаться покупать футболистов из Европы и из других государств, и ничего не изменится. Этот вариант есть, но вы все понимаете, какова его вероятность. Куда более вероятный вариант, что футбол все-таки будет, как и все вокруг нас, тоже будет существовать. И этот вариант заключается в том, что уедут вслед за остальными футболистами и бразильцы, которых будут продавать, пока можно еще получить деньги в валюте. То есть, не будут держать их в заложниках, понимая, что по правилам FIFA они могут убежать в любую абсолютно секунду. И в этой ситуации у российского футбола есть два пути. Но первый путь на освободившиеся деньги, на присутствие большого количества российских футболистов и футболистов из стран СНГ, это... Ну, не, давайте я лучше о плохом пути сразу скажу. Так вот, этот плохой путь, хороший мы потом тронем. Так вот, этот плохой путь заключается в том, что когда уедут все иностранцы, а зарплаты российских игроков останутся на таком же достаточно высоком уровне и по несколько миллионов долларов ребята сейчас зарабатывают, чтобы было адекватно раньше, но вопрос, насколько это адекватно будет сейчас. Так вот, при очень узком предложении и при достаточно большом спросе на более-менее оставшихся талантливых футболистов, они есть в крыльях, они есть в других командах. Так вот, начнется настоящий аукцион. Ну, возьмем, например, его знакомого Серегу Пеняева, ему 17 лет, он играет в крыльях и сейчас мог бы перейти куда-то за 2 миллиона евро, например. И кто-то предложит 2, кто-то понимает, что Пеняев это инвестиция в будущее, кто-то предложит 5, кто-то 10, кто-то еще сколько-то. И цены будут на российских футболистов раздуваться. То же самое и с зарплатами. Кто-то предложит Пеняеву контракт, как сейчас, кто-то в 10 раз больше, кто-то в 10 раз больше квартиру и золото. И, ну, сами понимаете, чем это закончится. И таких футболистов российских будут пытаться доставать, потому что очень низкое предложение, а когда высокий спрос и низкое предложение, то, вы правильно понимаете, повышаются цены. То есть, раздут наш футбол, будет еще сильнее. Роль посредников и чиновников будет еще выше. И классовая несправедливость будет только расти, расти и расти. Не хотелось бы так думать, но мне кажется, что такой вариант, к сожалению, чуть ли не самый вероятный. К сожалению. И не уверен, что его мы имеем право допускать. Потому что всем будет тяжело, они не должны превратиться в супервысокооплачиваемых гладиаторов, как когда-то говорил Сергей Галицкий. Но есть и путь, я думаю, назовем это так, путь грандиозных изменений и путь, может быть, даже разума. Я думаю, что путь разума заключается в том, что государство и крупные государственные корпорации должны сформировать определенную финансовую подушку для всех российских клубов. Потому что мы уже прекрасно понимаем, что по большей части все эти корпорации будут национализированы. Национализированы в том смысле, что сейчас акции стоят очень мало денег. Государство выкупит акции компаний и будет владеть большим числом предприятий. Так вот, все эти предприятия, на мой взгляд, должны сделать определенную подушку, которая позволит существовать нескольким национальным академиям, которые будут отдельно существовать от, в том числе, клубов, Академии подготовки юных футболистов, в том числе в теплых регионах, что там был не только Краснодар, но несколько таких академий. И второй шаг это сформировать подушку для минимального существования клубов в новой российской премьер-лиге. Но в российской премьер-лиге, конечно же, должны играть те, кто располагает условиями. Это и стадионы чемпионата мира, и какие-то финансовые гарантии. Но также считаю, что обязательно должны там присутствовать представители Сибири, Дальнего Востока, и клубов, где есть богатые традиции, в том числе Владикавказской Алании, которая не только чемпион России 1995 года, но и сейчас за клуб играют воспитанники и могут выйти вместе с тренером Спартаком Гогниевым в российскую премьер-лигу. Алания должна там быть обязательно. Помимо прочего, нам нужно продумать такую систему, при которой существовал бы потолок заплат. Зарплат не только в цифре для конкретного футболиста, но и в общем для команд. Объясню, в чем роль и суть. Тот скажет, что это несправедливым, но в предыдущие годы условно все финансы вкачивались в 3-4 гранду и подавалось этот под соусом того, да, у нас будет разделение между грандами и аутсайдерами, но зато наши клубы могут бороться в Еврокубках. Сейчас бороться и на это будет естественно смотреть вся страна, как они борются в Еврокубках. Получалось не очень, но сейчас, когда Еврокубков вообще не будет, смысл просто теряется и возникает новый, чтобы было более-менее равенство. Только при равенстве и даже при низком качестве футбола зрителям в разных точках России будет интересно наблюдать за этим продуктом. Поэтому должен быть рассмотрен, наверное, не только потолок зарплат, но и какая-то система драфта перехода. Я предлагаю вам во всем это тоже подумать, написать в комментариях и я думаю, что я это так же все обмозгую, через день-два постараюсь скинуть вам подходящую систему такого чемпионата. Но если резюмировать, вы сами все понимаете. Ни российскому футболу, ни нам легко не будет. Но сокрушаться из-за этого, согласитесь, нет смысла. сейчас есть смысл сокрушаться из-за других вещей и надеяться на мир. Все, что нам всем остается. Это был Егоров. Пока. скинули, до сих пор я